всем огромный привет и добро пожаловать на мой канал сегодня буду делать коррекцию сама себе левой рукой видео с этим покрытием есть на канале ссылка будет в описании и моему удивлению нет предела и моему удивлению нет предела если вы посмотрите то видео то увидите что база здесь была с алиэкспресс и она просто отлично относилась топ затерся но за три недели плюс домашние дела никто не отменял да это рабочая рука странно было бы если он не затерся если вы знаете какой торговой марки топ не затирается за три недели пишите в комментарии с моей занятостью рук мне кажется ни один топ не выдержит 10 дней прям идеально если ношу больше двух недель то топ теряет глянец но вот база просто идеально относилась тут конечно нет явных углов но все равно я была уверена что с торцов будет отслоение и сколы но нет не знаю как остальные базы на база от розалин неплохо себя показать но помню время когда я покупала материалы только на алиэкспресс и через время заработала аллергию это было два года назад не исключено что состав баз изменился технологии все-таки не стоят на месте но все-таки рисковать не хочется от одного раза аллергия не проявилась все отлично но и тогда аллергия проявилась не сразу а спустя 3-4 месяца с точки зрения носибельности базе претензий нет пользоваться или нет решает каждый сам для себя снимаю старый материал снимаю на форварде получается виду фрезой по направлению ее движения старый материал таким образом снимается медленно но зато пропилов точно не будет выравниваю торец хочу в этот раз квадратики мне это удобно делать пилкой на твердой основе хорошо подойдет пилочки со сменными файлами прохожу пилкой по поверхности убираю неровности после фрезы пушером отодвигаю кутикулу на форварде прочищаю с левой стороны и и и На реверсе прочищаю справой. Срезаю кутикулу. Стараюсь это делать осторожно, не спеша. На форварде на скорости 6-7000 оборотов шлифую кожу. В этот раз возьму базу от МИИС. База средней консистенции, не густая, но желеобразная. За счет этого база держит каплю, отлично самовыравнивается. По заявлению производителей, база бескислотная, не пересушивает ноготь и подходит для аллергиков. Отличная база, даже левой рукой вроде бы неплохое получилось выравнивание. Кое-где есть косяки, ну и ладно. Теперь у меня еще более нудная задача, это покрыть черным цветом. Почему-то черные и белые это самые капризные цвета и делают видимым любой косяк, особенно у кутикулы и по бокам. Если маникюр выполнен коряво или где-то не убралась пыль, то это все будет обязательно видно. Музыка. 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 Для вас прошла секунда, а у меня ушло 23 минуты жизни на то, чтобы докрасить эти три ногтя. Музыка. Наношу на ноготь указательного пальца и мизинца, то без липкого слоя. Музыка. 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 А теперь бомбический момент, то ради чего были усилия с покрытием черным гель-лаком. Музыка. Втирка. Она с Алиэкспресс и она жутко крутая. На Алиэкспресс много продавцов продают подобные втирки, но все равно они от Борн Претти. Не вижу смысла покупать в других магазинах. Лучше уж в официальном магазине Борн Претти брать. Очень круто смотрится. Я надеюсь, в видео виден перелив от золота в розовый. Втирка ложится идеально ровно. Дает зеркальную поверхность без каких-либо видимых крупинок, как бывает у некоторых втирок Сали. Пилкой прохожу по торцу, убираю лишний пигмент. Мягкой кистью страхиваю лишнее. Перекрываю втирку топа. Первый слой топа просох, вытираю вокруг ногтя пигмент. А теперь перекрываю вторым слоем топа. У меня еще одна посылка с Алиэкспресс от Борн Претти. Ссылку на все материалы из видео оставлю в описании. Прежде чем заказывать, очень рекомендую, если вы еще не пользуетесь никаким приложением Кэшбэк, установить приложение Кэшфо Брендс. Я много пробовала подобных приложений, но по душе пришлось именно это. Удобный, понятный интерфейс. Очень много интернет-магазинов. Причем не только покупая на Алиэкспресс можно экономить, но и в других интернет-магазинах тоже. Спортмастер, Дочки-сыночки. Очень много-много других магазинов, в которых мы делаем покупки. Кстати, кто покупает материалы для работы на Красотка ПРО, вот пожалуйста. Я тоже думала, да что там 10-20 рублей, много там они возвращают. На самом деле достаточно. Мы не замечаем, как делаем покупки то там, то здесь, то на крупную сумму, то на мелкую. А вот если делать эти покупки через Кэшбэк, то глаза радуются суммам возврата. Чтобы вам засчитался Кэшбэк, с приложения нужно перейти в магазин. Приложение предупреждает, что нужно сделать покупку не позднее, чем через полчаса после перехода на сайт. Поэтому я всегда сначала в Алиэкспресс, ну или в других магазинах, выбираю то, что мне нужно, отправляю в корзину. С Кэшбэка перехожу на Алиэкспресс, сразу в корзину и нажимаю платить. И все. Ссылка на приложение будет в описании под видео. Обязательно устанавливайте, пользуйтесь и экономьте. У Борнпретти вышла новинка, новый штампик для стемпинга. И в надежде, что у меня получится наконец-то стемпинг, я его заказала. Также заказала пластину с цветочным принтом. Штампик очень красивый в голографическом металлическом стаканчике. С открытым дном, за счет чего можно видеть и контролировать оттиск рисунка относительно расположения его на ногте. Но сразу бросается в глаза, что нет колпачка защитного для подушки. Хранить придется в пакете. И пластина. Рисунки на пластине очень красивые. Есть как отдельные цветочки, средние композиции, так и большие. Можно подобрать для любой длины ногтей. Лак для стемпинга. Это обычный лак, который сохнет на воздухе. Я такие не люблю. И кстати сказать, я его не заказывала. Или продавец ошибся, или положил в подарок. Мне больше по душе гель-краска для стемпинга, которая сохнет в лампе. Вот она. У меня дизайн получился темный. Для контраста рисунок хочу сделать белым. Просто идеально. И вот за что я люблю краску для стемпинга, которая сохнет в лампе. Можно не спешить, а спокойно идти к своей цели. Хотя, если вы любите реверсивный стемпинг, с этой краской он, наверное, не получится. Очень круто. Штамп работает идеально. Но будьте внимательны. При сильном нажатии подушечка может провалиться. Да, в принципе, здесь не нужно сильное нажатие. Подушечка и так отлично отдает краску на ноготь. Очищаю лишнюю краску с подушки штампика с помощью скотча, а с пластины обезжиривателем. Так как использую уэйфлет краску. Перекрываю матовым топом ногти со стемпингом. И теперь на густую каучуковую базу креплю стразы хамелеончики. Втирка огонь очень крутая. Ну вот как так можно? Новое покрытие уже испачкало ноготь в гель краски и умудрилась даже ее засушить. Дизайн получился крутой. От втирки, вы поняли, я в восторге. Ну и стразы очень крутые. Здесь при моем освещении не сильно они себя проявляют. На улице тоже пасмурно, но все равно посмотрите, как на свету играют стразы разными цветами. На улице также больше света и больше проявляется золотой оттенок хамелеона. У меня есть еще сине-фиолетовая втирка хамелеон из этой серии. И все они идеально наносятся. Расход минимальный. Одной баночки хватит надолго. Моим баночкам больше года. Видите, как из синего идет прилив фиолетовый. Кстати, эта втирка больше под стразы подходит. Они как будто созданы друг для друга. Также есть зелено-фиолетовый хамелеон. И этой втиркой я выполняла этот дизайн. Кто не видел это видео, ссылка будет в описании. Ссылку на все товары из видео оставлю в описании. И не забывайте устанавливать кэшбэк сервис, чтобы получать возврат от покупок. Если вам понравилось это видео, ставьте ему лайк. Подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик. Впереди еще много интересных дизайнов. А у меня на сегодня все. Всего доброго, хорошего дня! Субтитры сделал DimaTorzok